Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Deutsche Welle «Геофактор». Главная тема сегодня. Чем в 2018 Англия хочет провести первенство вместо России? Праймерис в Калуге. Навальный призывает поддержать оппозицию. Прослушка Меркель. Дело прекращено из-за отсутствия доказательств. Интерпол объявил в пятницу о прекращении сотрудничества с Международной Футбольной Федерацией. Причиной стал коррупционный скандал, в центре которого оказалась ФИФА. Тем временем все громче звучат призывы расследовать обстоятельства получения России Катаром право на проведение чемпионатов мира по футболу. Англия готова принять первенство, если будет доказано, что при принятии решений сыграли роль взятки. В Нижней палате британского парламента оживлённо обсуждают возможное перераспределение права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018-м. Пять лет назад Англию в этом тендере обошла Россия. Теперь тема зазвучала по-новому. Подождём результатов расследования. Если установят, что при распределении прав в игру была замешана коррупция, то нужно будет серьёзно задуматься об их перераспределении. Российский министр спорта тут же отреагировал на выпад британцев. Мы давно не проводили чемпионат мира. Господи, мы вообще никогда не проводили. Вообще никогда. Ну вы тогда подождите, потому что мы же родина, мы подали заявку. Понимаете, коллеги, я вам так скажу, я никаких угроз для нашего чемпионата не вижу. Примерно такого же мнения придерживается и большинство россиян. Я считаю, что это наглость. А давать сейчас в какой-то другой стране, неважно какой, это нерезонно, я думаю. Потому что у нас уже идёт подготовка и мы ждём. Давление на Футбольную Федерацию огромное. Ведь по этому поводу высказался даже президент США. Нельзя забывать, что хоть футбол и игра, но это также и большой бизнес. Это источник национальной гордости, и люди хотят быть уверены, что здесь всё идёт по правилам. Если же окажется, что FIFA играла не по правилам, британцы готовы тут же заменить россиян. Здесь был придуман футбол, поэтому мы наиболее подходящая страна-хозяйка чемпионата. У нас отличная сборная, великолепные стадионы. Это хорошо для экономики. У нас для этого есть все ресурсы. Всё уже готово. Лишат ли Россию на самом деле право на проведение чемпионата 2018-го, станет ясно, когда закончится расследование скандала в FIFA. В России демократическая коалиция ждёт предстоящих выборов в трёх российских регионах. В рамках подготовки к голосованию оппозиционеры решили провести праймерис. В Новосибирской области они стартовали сегодня. В Калужской должны пройти в конце следующей недели. Чтобы рассказать людям о цели праймерис, в Калугу приехал Алексей Навальный. На встречи с потенциальными избирателями не обошлось и без непрошенных гостей. Подробности в материале Юлии Вишневецкой. «Пропустите бабушку! Пропустите бабушку!» Бабушка – это жительница Калуги Виолетта Фомина, известная в городе ведущая детских праздников. А её группа поддержки – это активисты прокремлёвского национально-освободительного движения «НОД». Они пришли, чтобы попытаться сорвать встречу Алексея Навального с жителями Калуги. Организаторы не хотят пускать на митинг провокаторов, потому что уже видели их на других оппозиционных акциях. «Свидетельством ваших провокационных действий являются многочисленные фото-видеоматериалы. Я вас прошу, полиция, пожалуйста, меня толкают против России». «Где ваша демократия? Вы что делаете-то? И 90 лет!» «Россия! Вперёд!» Алексей Навальный решил предложить провокаторам поучаствовать в дискуссии. «Я слышу, что многие кричат, не пускают. Ребята, заходите, пожалуйста, все. Уважаемые сотрудники полиции, нодовцы, нодовцы, провокаторы, не провокаторы, подходите всех, со всеми поговорим, дам вам возможность задать вопрос». Навальный приехал, чтобы убедить жителей города участвовать в праймерис. Регистрация кандидатов от оппозиционной коалиции проходит сейчас в Новосибирске, Калуге и Костроме. Выборы в местные ЗАГС собрания пройдут осенью, а на следующей неделе жители этих городов смогут выбрать трёх человек, которые пойдут на выборы от объединённой оппозиции. В Калужской области уже 11 кандидатов, но об этом мало кто знает. Пока что жители Калуги едва ли способны назвать их имена. Навальный приехал, чтобы рассказать людям, почему важно голосовать. «На эти праймерис регистрируются люди. Вы на них смотрите, и только вы решаете в прямом голосовании, кто будет первый, кто будет второй, кто будет третий. Выбор действительно большой, и это важно, что саму вид оппозиции сформируете вы». Зарегистрировался, например, кандидат Заякин. Вот он у нас стоит. Он из Москвы. Вы знаете, он возглавляет диссернет. Он теоретический физик. Он помогает нам ловить жуликов и так далее. Но кто-то из вас, например, скажет, «Мы не хотим московского, хотим местного». Есть депутат Котляр в Обнинске. Вы знаете её. Она много раз избиралась. Есть она. Есть Фадеев. Он из Калуги. Есть кто-то из Милы Ярославца. Есть научный, есть бизнесмен. Я пытаюсь убедить вас и доказать одно самое главное, что это на самом деле демократия. Калуга довольно успешный регион с экономической точки зрения. Администрация области смогла привлечь в местный технопарк западные инвестиции. В городе работают российские представительства «Фольксваген», «Пежо», «Вольво» и других иностранных компаний. Губернатор Анатолий Артамонов очень популярен. Уровень безработицы относительно низкий. Вроде бы у жителей мало причин быть недовольными, но Навальный так не считает. Для чего вы строили свои автозаводы, если все налоги забираются отсюда, в Москву? Главная наша идея, с которой мы идем на выборы, и которую мы будем заявлять на выборах 2016 года. И я очень хочу, чтобы вы избрали себе депутатов, которые будут двигать это. Заключается в том, чтобы деньги и полномочия должны быть возвращены на регионы. Вы приехали унижать нашего губернатора? Губернатор, наш губернатор был, есть и будет, а вы чужой человек. Прокремлевские активисты несколько раз пытались перехватить инициативу, и Навальный каждый раз предоставлял им слово. После окончания встречи стало известно, что кто-то ограбил калужский склад РПР «Парнас». Исчезли 60 тысяч экземпляров газеты, где говорилось о праймарис. Голосование в Калуге пройдет 20 и 21 июня. И он пришел, вполне вероятно, что он был, естественно, здесь. Полтора года назад, после разоблачения экс-сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена, в СМИ попали документы, согласно которым спецслужбы США якобы прослушивали переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель по мобильному телефону. Расследованием занялась немецкая прокуратура. И вот сегодня стало известно о неожиданном повороте в этом деле. Подробности в обзоре новостей. Расследование дела о возможной прослушке телефона канцлера Германии Ангелы Меркель прекращено. Федеральная прокуратура Германии не смогла найти доказательств того, что спецслужбы США следили за переговорами головы германского правительства. Конгресс США включил в проект закона о военном бюджете поправки, согласно которым США смогут поставлять на Украину летальное оружие. Об этом пишет издание New York Times. Конгрессмены также одобрили поправку, которая запрещает американским властям оказывать помощь батальону АЗОВ. Ранее автор поправки заявил, что организация носит неонацистский характер. Премьер-министр Молдавии Кирилл Габурич в пятницу подал в отставку, заявив, что страна нуждается в изменении политической системы. Об отставке политик объявил после допроса в Генпрокуратуре Молдавии. Его подозревают в подделке аттестата о среднем образовании ради поступления в ВУЗ. Суд города Лиль в пятницу оправдал экс-главу МВФ Доминика Строскана, который был одним из фигурантов дела о сутенерстве. В суде не нашли убедительных доказательств того, что Строскан организовывал секс-вечеринки в отеле «Карлтон» в Лиле. Факт участия в подобных вечеринках экс-глава МВФ не отрицал. В Париже прошел ежегодный ужин в Белом, который проводится во французской столице уже более 25 лет. Званый ужин традиционно устраивают под открытым небом. Место его проведения до последней минуты держится в строжайшем секрете. На пикник приходят тысячи людей, одетых в Белое. Вслед за Парижем флешмоб начали проводить и другие города. Последние новости читайте на сайте Deutsche Welle в интернете. Геофакты расскажут о развитии событий в понедельник. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин